Уважаемые мои, это Татьяна, здравствуйте, я думаю, что вы ошиблись немножко разделом, я думаю, что вы не туда написали свой вопрос, я думаю, что вы обращались не к психологам, а к эзотерикам, вот, потому что ваш вопрос, он сформулирован так, что ответить на него может именно эзотерик, а не психолог. Вот, но я хочу вам все же дать ответ, потому что вы задали вопрос в раздел психологии, кто знает, может быть вам это поможет, я имею ввиду не свой ответ сейчас, а я имею ввиду просто психологический взгляд на ситуацию. В первую очередь вам нужно ознакомиться с треугольником Карпмана, вот, подробнее о нем вы можете почитать в интернете, это такой психологический этюд, который поможет вам увидеть себя немножко с другой стороны, вот, ну, который позволит вам совсем по-другому посмотреть на ситуацию, ну, я надеюсь на то, что поможет, вот, и благодаря ему вы увидите то, что происходит с вами. По сути, по сути, вы сейчас находитесь в позиции жертвы, вы чувствуете себя жертвой, потому что мужчина, он вроде бы ушел, в то же время приходит к вам причиняет боль, вам тяжело, вам тяжело, вы не можете из-за этого начать ищить дальше, вы не можете из-за этого начать двигаться вперед, у вас не пропадает надежда на то, что он вернется к вам. И это и есть жертвенная позиция, когда человек находится, по сути, во власти неких внешних сил, неких внешних обстоятельств, которые так или иначе влияют на его жизнь. В данном случае можно говорить о том, что на вашу жизнь влияет вот решение вашего мужа сперва уйти, а потом иногда к вам приходить. И видите ли, пока вы не возьмете ответственность за себя, на себя, пока вы не возьмете ответственность за себя, в свои руки, ситуация не изменится. Вашему мужу удобно, комфортно, иногда к вам приходить. Ну он получает от таких визитов что-то для себя. Конечно, что именно он получает сказать сложно, однозначно, потому что нужно больше информации о нем, о вас, но он теперь получает. И пока вы будете давать ему то, что он получает, ситуация не изменится. Она не изменится от слова совсем. Вот, собственно, то, что касается вас. С другой стороны, почему вам приходит этот вопрос, вернется ли муж? Готовы ли вы сами его принять? Его мужа? Готовы ли вы сами выпустить его обратно в свою жизнь? Если он вот так просто возьмет и решит вернуться. Как вы будете чувствовать себя? Тогда решит ли это ваши проблемы, из-за которого он ушел к другой женщине? Ведь не берется, что так он ушел. Понимаете? Вот над этими вопросами, не очень удобными, не очень легкими, не очень приятными, нужно подумать. И, найдя ответ, возможно, вместе со специалистом, неважно, кто это будет, психолог, эзотерик, кто-то еще, вы уже сможете ответить себе на вопрос. Ваш муж тоже является жертвой. Он тоже не привык нести ответственность за свои действия. Он тоже привык себя как-то пересиливать, переламывать, превозмогать, из-за чего он не знает, что он хочет, не умеет прислушиваться к себе. Но я не понимаю, что, так или иначе, вы сыграли свою роль в том, что мужчина ушел к другой женщине. Вы внесли вклад в это. И другая женщина здесь абсолютно не при чем. У меня нет ощущения, что вы считаете ее разлучницей, но тем не менее. И вам нужно разобраться в том, какой вклад вы внесли в то, что ваш муж ушел. Другой женщина. Рассмотреть, что из этого, из того, что привело его к такому решению, что из этого было сделано вами специально, потому что вы считаете так правильным. А что из этого было сделано не специально, случайно. И вы не считаете это правильно. Или вы хотели, к примеру, одного результата, а получили совсем другой результат. Ну, такое тоже бывает. Неприятно, но бывает. Вот, с экологической точки зрения, все вам нужно сделать. Если такое желание будет, выбирайте себе любого специалиста и начинайте работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго удачи. И надеюсь, что ситуация ваша разрешится наилучшим образом. Субтитры сделал DimaTorzok